Екатеринбургский музей изобразительных искусств продолжает серию выставок в новом свете. Это очень хорошая, красивая история о том, как музей показывает своим зрителям работу реставраторов. Выставка в новом свете показывает сразу несколько произведений, печатной графики советских художников 1940-х годов. Мы решили объединить их в один проект, поскольку работы все созданы плюс-минус в одно время и посвящены военной теме событиям недавней Великой Отечественной войны. На выставке зрители могут увидеть работы Владимира Богаткина, художника-фронтовика и участника студии Грекова, непосредственного участника событий военных лет, который, вдохновляясь своими воспоминаниями и впечатлениями, создал целый ряд серий, посвященных Великой Отечественной войне, реальным событиям, героям и таким, в общем-то, обобщенным собирательным образом. Вот перед нами работы эстонских художников, которые были созданы в 1942 году в Ярославле. В годы Великой Отечественной войны многие эстонские деятели культуры оказались в эвакуации в России и именно в Ярославле сконцентрировалось большое количество художников и здесь возник даже союз эстонских художников. Это был очень непростой период для балтийских авторов, период такого вынужденного переселения и вынужденной интеграции в новые советские реалии. И искусство этих лет, именно балтийских художников и эстонцев в частности, очень интересно окрашено поисками национальной идентичности и попыткой конструировать национальную историю, историю Эстонии. И не случайно, в общем-то, даже в графике, посвященной военным годам, современности на тот момент, мы можем встретить нередко сюжеты, связанные именно с событиями в Эстонии, происходящими в Таллине. Одним из примеров этому может являться работа художника Рихарда Сагрица «Таллинский рабочий полк идет на фронт» 1941 год. До недавнего времени она была неизвестна, неизвестен автор, неизвестно название, вообще было очень мало сведений об этом произведении, состояние сохранности ее было тоже достаточно плачевное. И вот благодаря какой-то такой внутренней научной и реставрационной работе нам удалось не только привести этот лист в экспозиционный вид, и сегодня мы можем на него смотреть в залах музея, но и восстановить, в общем-то, какую-то историческую справедливость, восстановить и уточнить и имя автора, и тот сюжет, который изображается на этой гравюре, и время ее создания. И вот такая научная и реставрационная работа, она обычно проходит незамеченной для рядового посетителя музея. И выставки, подобные проекту «В новом свете» позволяют немножечко раскрыть карты перед зрителем и показать то, что оказывается большим вот таким вот айсбергом под водой, находящимся в будни музея и тот большой путь, который проделывает произведение на пути к зрителю в выставочный зал. Добрый день! Мы приветствуем вас в реставрационно-хранительском корпусе музея ИЗУ в реставрационной мастерской графики. Предметы поступают в мастерскую от хранителя. Далее проводятся лабораторные исследования, например, на текучесть красочного слоя или надписей. Далее составляется реставрационное задание. Порядок и проведение работы утверждается на реставрационном совете. Первый этап работы с предметом – это удаление поверхностных сгрязнений. После механической очистки листа проводится водная и химическая обработка. Эти процессы мы покажем вам на образце советской бумаги. Лист погружается в квету с фильтрованной водой на подложке. После промывки химической обработки для мест утрат подбирается специальная бумага, близкая к авторскому листу по тону, толщине и плотности. Участок утраты восполняется подобранной бумагой и подклеивается на пшенично-крахмальный клей. Разрывы будут укреплены японской бумагой. На выставке представлены тиражные произведения советской графики. В большинстве случаев ее главная особенность в составе бумаги – древесная масса. Так, на примере этого листа «Пожар в городе Таллина» было решено восполнить утраты двумя способами. Методом доставки бумагой, подобранной по тону, фактуре и толщине листа, и методом доливки бумажной массой. В завершении технической части реставрации работа помещается в пресс для стабилизации листа. Реставрация делится на техническую и художественную. По необходимости мы выполняем полную ее часть, так как в этом листе, с тонировками. Тонировки будут выполнены методом по-сухому, цветными карандашами, на тон светлее авторского листа. Так, чтобы возможно было отличить реставрируемый участок от оригинала основы. После реставрации изготовляется хранительская папка, и лист отправляется в хранение. Субтитры создавал DimaTorzok